Почти 24 тысячи западноказахстанцев заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии COVID-19. Больше 300 человек в регионе медикам спасти не удалось. Как работали на самой передовой борьбы с инфекцией, рассказывают санэпидемиологи. Люди, которым пришлось выйти на самые опасные участки. Мои коллеги о санэпидслужбе Уральска. К слову, больше половины заразившихся именно жители областного центра. Здравствуйте. Фамилия как? Угу. Год рождения полностью. Хорошо, хорошо. До свидания. Каждый раз, когда мы выходим на очаг, нам выдается такой одноразовый СИЗ, средство индивидуальной защиты. Оно используется только единожды, то есть после использования оно у нас утилизируется. 95% специалистов санэпидслужбе Уральска – женщины. Но за год работы в авральном режиме они научились настоящей армейской сноровке. В нем ужасно жарко, потеешь, так как он не пропускает воздух. Можно одеться, наверное, за 40 секунд. Специалисты проводят расследования, определяют очаг инфекции, круг контактных, изолируют заболевших, дезинфицируют помещение. Труднее всего было в самом начале, когда всеобщая паника выбивала почву из-под ног, рассказывают санэпидемиологи. Страны закрывали границы, высылали иностранцев. Люди отказывались проходить обследование и лечиться. В аэропорту ночевали, всего два часа спали наши специалисты. До утра с Амстердама, с Франкфурта мы встречали толпу населения, которые возвращались. Очень много было случаев, когда они начали бастовать. В инфекционной больнице они проломили дверь, хотели выйти, вызвали милицию. Все боялись до такой степени, что мы друг друга начали бояться. Кто сходил на очаг, первично все опасались. Судорожные искали маски, чтобы с ним не контактировать. Как будто бы он уже заразный. Когда уже очень много стало больных, уже не было выбора, как кроме идти на встречу с этими больными. Работа упорядочилась, когда был продуман и принят четкий алгоритм действий каждого специалиста. Постепенно восполнен дефицит кадров. Они рискуют своим здоровьем, ходили по очагам, проводили эпитроследования, встречали поезда, стояли на постах. Тем не менее, с начала пандемии, чтобы кто-нибудь уволился, либо ушел с работы, такого не было. В том же составе, когда мы начинали эту пандемию, в том же составе мы на сегодняшний день работаем. Регион только недавно перешел из красной в желтую зону. Стабильной ситуацию назвать нельзя, отмечают медики. В сутки проводится больше двух тысяч ПЦР-исследований. Выявляется около сотни новых случаев. И поздравляя друг друга с профессиональным праздником, медики желают коллегам оставаться в строю и не сдавать позиции. Бутагуз Базарбаева, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.